и снова здравствуйте меня зовут татьяна куриленко сегодня у нас 21 июля если кто не знает уже начислен аванс и мы с вами встречаемся с такой темой виды на урожай осторожный прогноз да сейчас уже пришло время собирать урожай и хочу отметить что середина лета она конечно же такая становится в некотором смысле точка отсчета а что же у нас будет в конце года и чаще всего мы в это время начинаем как говорится заготовки делать планирование какое-то прогнозировать на осень и на зиму и конечно лет этот период когда немножко мозг расслабляется и где-то в некотором смысле как-то и басни мы с трекозками скачем и потом приходит зима а вот она и приплыли что называется но в бизнесе в принципе все точно так же все очень циклично и собственно говоря все законы жизни работают везде поэтому мы с вами сегодня будем говорить о том что же в бизнесе требует осторожного прогнозирования а в частности в компании мир фукаидан и если глядя на этот слайд который сейчас я презентую мы точно можем сказать что в компании за семь лет работы а уже практически восьмой год пошел да мы неоднократно готовили к нашим презентациям вебинаром вот такие слайды где собственно от нас зависит какое зерно мы посеем тот урожай мы и соберем это называется конечно же планирование как говорится у каждого есть интуиция чуйка какая-то может быть сон приснился до какой-то мы вчера разговаривали с моряной акшараева я рассказывала историю о том что мне позавчера приснился страшный сон где я на час опоздала на вебинар который я причем читаю сегодня да это тоже был какой-то знак вот технические неполадки были пришла в комнате никого нет и проснулась в холодном поток это тоже мое прогнозирование мое планирование и то что я хочу сегодня сказать мне конечно же тоже очень важно чтобы также легло это и ваши души и ваши сердца да и те знаки которые мы получаем они в некоторых смыслах иногда нам дают тот путь ту дорогу открывают по которым мы двигаемся потому что кто-то суеверной точки зрения кто-то верит действительно знаки кто-то обладает вот этим пониманием да не участвуя в процессах бизнеса так плотно не обучаясь этому специально 5-7 лет но уже работая в структура где-то набираешься опыта имея вот этот опыт за плечами мы все-таки понимаем что для того чтобы получить результат нам для этого необходимо что-то сделать компания в свою очередь тоже сеет зерно начинаем мы сеять зерно но буквально смысле каждый месяц в святой четверг месяца потому что здесь мы говорим о том какие будут промоушены акции и знаете готовить к этому вебинару я тоже посмотрела информацию что же мы сделали за эти полгода по нашему маркетинг плану до выполняем ли мы свои обязательства соответствуем ли мы и млм индустрии и для нас очень важно чтобы прогнозированы прогнозированные те задачи которые мы ставим в итоге дали хорошие результаты плоды и итоги поэтому в некотором смысле вот в поперечню программ вознаграждений можно сказать что очень активно 34 из них работают прям вот прям вот очень хорошо то есть это конечно система вознаграждения бонусные начисления которые каждые три раза в месяц получает партнер это очень важно потому что мотивация денег она считается на одной из сильнейших и конечно же это та энергия которая большие большие массы людей заводит на работу мотивирует и получается какой-то результат но рядом с мотивацией денег стоят еще такие мотивации как признание поощрение подарки путешествие это тоже немаловажный фактор и я считаю что млм индустрия она в себе собственно говоря и соединила все те необходимые психологические пункты которые вот в таком комплексе работы влияют на работу компании в целом и конечно если смотреть на наш на нашу систему вознаграждений в картинках здесь как минимум 20 до обозначена но еще дополнительно к этому каждый месяц компании что-то происходит мы еще дополнительно как грится удобряем эту благодатную почву и конечно работая с продуктами для здорового образа жизни мы неоднократно это говорили возникают такие сложные вопросы прогнозирования потому что в целом к такому сильному продукту как представляет компании мир фукаидана и это аудитория с которой работают партнеры компании мир фукаидана конечно является достаточно сложным потому что система профилактики к сожалению к большому очень сожалению мы про это говорим очень часто на наших вебинарах особенно в последнее время с нутрициологом с олеся рапочкиной профилактики как таковой нет к нам приходят потребители те кто уже совершенно потерял надежду на альтернативную медицину либо в комплексе уже вынуждены адап применять и чаще всего у нас происходит какой результат либо партнер излечился получил результат по здоровью и он уходит дальше заниматься своими делами либо партнер ушел его не стало потому что он пришел слишком поздно и знаем эту очень большую проблему потому что ну потому что эмоционально воспринимать выздоровление это конечно очень хороший результат мы этим результатом делимся мы соцсетях просим написать отзывы видео отзывы получаем от наших партнеров но процентов наверно 35 остаются работать в компании потому что испытывают вот такое же тоже опять же знак судьбы здесь помогло значит определенная степень ответственности за то чтобы все узнали о том насколько эффективен продукт но остальные потребители они как правило получив результат также как и в медицине мы же не очень любим ходить к врачам мы приходим только по необходимости ну и собственно говоря забываем когда получаем свой результат и поэтому наша задача конечно же прогнозировать прогнозировать нашу работу и очень аккуратно потому что делать какие-то стопроцентно гарантированные прогнозы вот конкретно в бизнесе продвижения бадов продвижения правильного питания профилактического питания крайне крайне сложно здесь нужно конечно и квалификации обучение и постоянное изучение продукта и какие-то новые новые открытия в части допустим медицинского исследования до научных каких-то выкладки информации вот мы очень часто ныряем наш знаменитый пабмет смотрим ищем и понимаем что наука не останавливается наука изучает наука понимает какое количество открытий еще на этом продукте можно открыть но все же мы живем здесь и сейчас и нас конечно же волнует тот результат который мы получим предположим в конце месяца для такого сложного продвижения компания конечно делает серьезные вливания в рекламу и реклама для чего их в каком смысле да если мы посмотрим на нашу историю с января месяца по июль месяц мы можем четко сказать что мы провели очень серьезное мероприятие team building печально что у нас там было не так много но знаете как может быть с осторожностью партнера отнеслись к такому мероприятию не знаю как это происходит но какие-то стечения обстоятельств тоже были прогнозы по крайней мере те прогнозы которые компания закладывала это team building они случились мы говорили не менее десяти участников что собственно говоря и произошло и результат промоушена состоялся компания в течение длительного времени увеличивает вознаграждение по универсальному бонусу на 9 процентов это очень большое количество денег и конечно же это та сумма которая предполагается и целенаправленно прогнозируется на увеличение объема дистрибьюции и продаж соответственно тоже потому что неоднократно повторяла торговая компания у которой есть продукт живет с чего естественно столько с продаж но мы делим наше предложение 50 на 50 мы предлагаем очень качественный продукт и мы предлагаем очень серьезный бизнес за тем кто присоединяется к нам понимают что можно заработать очень хорошие деньги правильно продвигая и изучая данную товарную позицию мы делаем скидки на продукты очень тоже такие значительные да где тоже помогает система кэшбэка каким-то образом поляризировать данный продукт потому что но тоже есть психология продаж мы тоже это изучаем и к этому возвращаемся хочешь не хочешь потому что мы работаем с людьми и конечно наш конечный потребитель это тот человек который либо заинтересуется либо нет то есть как будет наше предложение звучать торговое предложение собственно говоря с таким же с таким результатом мы с вами и уйдем и поэтому те прогнозы которые вкладываются в любой промоушен они конечно же но не могут быть стопроцентным выхлопом конечно есть погрешности и в целом мы понимаем что на этапе допустим оформления заказа продукции мы знаем уже какому результату мы двигаемся но для того чтобы компания могла прогнозировать а в целом это очень большой живой организм мы тоже ориентируемся на предыдущие периоды и смотрим что сработало что не сработало что эффективность приносит и в связи с этим компания тоже длительное время организовывает очень хорошие акции промоушены в течение длительного времени да мы делаем комплекты 8 плюс 1 предлагаем комплект 5 плюс 1 и это тоже бизнес предложение и кому-то из потребителей очень приятно купить по стоимости 8 бутылок 9 или по цене 5 коробок получить 6 это конечно очень очень хорошо но здесь лежит такой бизнес прогноз как если бы мы предположим что кто-то из покупателей решит заняться бизнесом у него будет дегустационный продукт также мы предложили вот не так давно четыре бутылки для того чтобы была возможность популяризации капсульной продукции потому что мы считаем что гораздо эффективнее запивать капсулы фукоиданным напитком вот это тоже прогноз достаточно осторожный но мы смотрим и пока его анализируем и кэшбэки те которые тоже длительное время и многих не привыкают понимаю что это неотъемлемая часть но как и любые промоушены акции всегда что-то заканчивается что-то начинается и компания также на протяжении длительного времени делает анализы и вот те итоги первого полугодия мы тоже можем проанализировать как не очень стабильные потому что буквально начиная с конца января начала февраля да у нас начались не очень стабильные прогнозы по курсу март месяц мы можем сказать что был самым наилучшим по продажам но он был такой знаете адреналиновый это тоже не очень хорошо для бизнеса потому что когда бизнес так колышет и колбасит это мягко говоря никаких хороших прогнозов то есть те прогнозы которые были изначально планы которые были изначально запланированы они конечно все слетают стартеры и и в целом вот именно в этот период нестабильности компания делает экстренное совещание и мы заново начинаем прогнозировать очень осторожно потому что никакой стабильности никакой логики никакой адекватности в мире не происходит и конечно любой бизнес он в первую очередь находится но в таких очень сжатых рамках и в лучшем случае не получают убытки а в худшем случае конечно и происходят такие серьезные показатели как реорганизация или еще что-либо мы можем видеть по итогу с февраля месяца какое количество бизнеса закрыл закрылась это не закрытая информация в интернете можно посмотреть очень очень много бизнесов пострадало кто-то соединился кто-то закрылся кто-то как говорится поджали пояса подвязали пояса и стали более скромнее что собственно говоря ну не обошло и компанию мир фу кайдана мы тоже стали поскромнее жить поэтому те планы которые мы на сегодняшний день озвучивали это конечно 7 бизнес форум мы понимаем что это более бюджетное мероприятие и тоже делаем осторожные прогнозы понимая что на текущий момент компания не может посмотреть итоги и даже спрогнозировать 30 процентов вероятности проведения данного бизнес-форума к сожалению но это факт и это такие моменты в бизнесе когда вероятно существует два альтернативных решений либо состоится либо не состоится да вот на текущий момент вот в июле месяца у нас идет серьезный промоушен по спонсорскому бонусу мы понимаем что здесь прогноз может быть с очень хорошим выхлопом финансовым скажите кто из партнеров тех кто немножко оставил допустим употребление фу кайдана подключились к этому промоушену потому что для нас тоже очень важно сейчас прогнозировать итоги месяца и мы хотели бы тоже знать какие результаты ожидают компании потому что это тоже но один из первых факторов развития и планирования потому что те прогнозы начали начала месяца как у каждого из вас есть планирование компании фиксируют по итогам расчетного периода и конечно же мы понимаем какие промоушены компания запускает на следующий месяц поставьте плюсики кто вот этого промоушену очень рад также мы с вами феврале месяце говорили о том что наш ценовой диапазон достаточно приемлем да по отношению к производителям те кто предлагает фу кайдан такой же наивысшей очистки мы презентовали как-то мы презентовали как-то информацию о том сколько же стоит реально фу кайдан в хорошем его исполнении и пришли к такому мнению что с учетом реализации продукции в млм направлении наши цены такие достаточно лояльные то есть говорить о том что хороший качественный продукт может стоить дешево мы не можем потому что мы все прекрасно понимаем качественно это соответствует цене и те результаты которые получают наши потребители их даже там если пересчитать их несколько тысяч этих отзывов нас на основе которых уже можно понять что эффективность продукта она в принципе даже и не проговаривается то есть мы также анализируем рынок ценовое предложение мы смотрим тех производителей с которыми мы могли бы как-то ну мягко говоря конкурировать здесь сложный вопрос по конкуренции потому что у нас есть свои огороды у нас есть свой производитель у нас нет никакой прокладки между взаимоотношениями с производителями поэтому это очень существенно снижает стоимость фу кайдана конкретно для партнеров компании мир фу кайдана потому что здесь конечно нет никакой наценки дополнительной между посредниками что тоже является в сетевом мире очень важным моментом многие компании очень активно продвигают информацию о том что они напрямую работают с производителем у нас это преимущество есть и самого начала вот еще раз повторюсь по поводу спонсорской премии где двукратном размере увеличена я вижу что жанна пишет рада новому промоушену но как бы это не звучало сейчас интересно но это не новый промоушен это промоушен старый но мы это используем опять же с учетом того что кто-то его ни разу как говорится не использовал своей деятельности вместе с компанией мир кайдана для кого-то это действительно новый промоушен но он у нас уже был и присутствующий здесь уже на нем зарабатывали и строили хорошие ветки и структуры поэтому какие преимущества прогнозирования могут быть в течение даже июля расчетный период скоро закончится у нас осталось 10 дней рабочего времени и поэтому какие прогнозы у вас были в начале июля если если не сложно поделитесь здесь потому что собственно говоря от ваших прогнозов и зависит тот результат от прогнозов компании зависит результат в целом целой компании конечно же жизнедеятельности компании и развития компании продвижения компании потому что мы четко понимаем что те изменения которые происходят последние два года и те предложения которые начинают появляться в более современном их исполнении они конечно же в некотором смысле знаете как это как как на двух стульях усидеть очень сложно для для нас людей да мы проработали в бизнесе очень длительное время нам очень сложно быстро переключиться в новые реалии но тем не менее мы заранее готовили площадку мы заранее готовили интернет-магазин мы начали свой бизнес 7 лет назад в интернете что в некотором смысле было очень странно для многих сетевых лидеров и потому что то система привлечения то система рекрутинга которая существует очень много лет в млм индустрии она конечно же предполагает личные встречи это наличие офисов мы и это внедряли тоже и это очень эффективно работала на всему свое время и сейчас уже приходит время работы в интернете и собственно говоря те кто присоединился к этому направлению до пять лет назад перед переработал себя поработал с собой со своим сознанием а те четко понимают что это очень хороший опыт который на сегодняшний день очень помогает и я сама иногда анализируя и вспоминая теми знаниями с которыми я пришла в бизнес это что на сегодняшний день у меня существует я понимаю что этот багаж на сегодняшний момент помогает мне очень качественно выполнять свою работу и конечно же знаете те прогнозы которые были в 2015 году для чего мы их делаем они собственно говоря и привели нас к сегодняшнему результату что это стало необходимостью а партнеры компании мир фукайдана администрация компании мир фукайдана она готова уже к новым реалиям для нас это не было таким знаете ведром холодной воды на голову ох 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 что же мы будем делать как для многих компаний это случилось закрылись пандемии офисы закрылись магазины закрылась все и встал вопрос а как же перейти на новые рельсы собственно мы на шаг впереди да и такое вот складывается ощущение что чуйка сработала нет это был прогноз и это был очень осторожный прогноз потому что те кто не смог присоединиться к нам и не захотел менять свой образ работы и стиль работы те конечно не с нами что собственно говоря сейчас как бы возникают такие моменты когда звонят старые контакты которые интересовались и спрашивают а что у вас что у вас а у нас все отлично у нас все работает и мы себя можем позиционировать в интернете это тоже наши прогнозирование и наши прогнозы очень аккуратные вот по седьмому бизнес-форуму мне тоже очень ну на сегодняшний день волнительно и осторожно этот прок этому прогнозу мы подходим напишите на сегодняшний день у кого-то уже есть прогнозах количество список партнеров напомню что по правилам седьмого бизнес-форума 1 августа к нам уже должны поступить заявки и собственно говоря мы от этого числа будем отталкиваться и будем смотреть о тех возможных вариантах каким образом 7 бизнес-форум пройдет или не пройдет до печальный факт если вдруг не состоится бизнес-форум ну да за 10 дней даже даже прогнозировать куда не можете стоить за 10 дней может быть конечно что то изменится но количество партнеров тут тут нужно как говорится посмотреть потому что предыдущие шесть бизнес-форумов мы провели и даже один из них онлайн предыдущие пять мы ездили путешествовали и вот один после длительного уже такого нашего затишья да когда у нас появилась возможность куда-либо поехать и нам очень хочется поехать ну было бы печально если получился такой результат когда нет выполненных условий не выполнено условия и печально если конечно это случится потому что семерка это такое знаете семейное число она очень такая устойчивая считаю и конечно было бы очень интересно семь лет вместе нам встретить также наши условия есть условия для партнеров есть для семейных контрактов и мы когда прогнозировали очень аккуратно с бриллиантовым клубом у нас было было собрание мы предлагали два варианта по очень для участников седьмом бизнес-форуме мы выбрали наиболее приемлемый вариант и конечно же более такой знаете бюджетный вариант то есть возможность встретиться но на меньшее количество дней либо в более бюджетном месте как если бы знаете в бизнесе можно было бы планировать на сто процентов и быть уверенным то конечно мы бы точно уже сейчас знали куда мы едем неоднократно тоже получаю вопросы татьяна очень сложно мотивировать партнеров на 7 бизнес форум когда не обозначено место до сложно обозначить место с точки зрения из изменений ценовых потому что туризм у нас на сегодняшний день тоже плющит и колбасит как как ни странно да некоторые страны закрываются и отказывается принимать туристов потому что там происходит не очень приятные вещи где-то происходят бунты где-то войны где-то наводнение и поэтому буквальном смысле здесь знаете как вот решили согласовали количество людей есть собираем группу решаем куда едем смотрим на ценовой диапазон предлагаемый и возможные варианты и собираемся и наша задача не поехать позагорать на солнце те участники кто был на бизнес форумах прекрасно понимают для чего туда едут это очень серьезная работа это конечно же мотивация и я скажу что после по возвращении бизнес форумов нужно еще отдохнуть но тот результат который привозит команда привозит лидер вместе с собой это конечно совершенно другое ощущение как нежели поехать и вдвоем втроем отдохнуть потому что есть такое понятие как коллективная энергия та которая закручивает заворачивает и серьезно серьезно подталкивает наверх здесь уже конечно другие амбиции не другие и другие результаты ожидаемые от поездки на седьмой бизнес форум очень бы хотелось конечно тоже в этом году провести этот праздник потому что потому что ну потому что это было всегда и опять же посмотрите да очень сложно отказаться от этого от этой мысли почему потому что мы это делали на протяжении шести лет и это стабильно стабильные прогнозы по стабильное планирование то которое компания уже ну планирует то есть мы год делим да на блоки участки где мы что будем проводить и если кто-то помнит в начале года у нас был вебинар по планированию в июле месяце как по графику планирования у нас должен должно было быть мероприятие мы его тоже отменили перенесли на некоторое на неопределенное время опять же причины для этого есть отсутствие количество людей присутствующих на вебинаре мы понимаем что для такого мероприятия и вложений здесь тоже нужны прогнозы и нужно четкое понимание какой результат мы от этого получим да то есть немножко перри играли и перепланировали перепрогнозировали некоторые мероприятия компании связанные с онлайн встречами также у нас произошло и с розыгрышем час удачи да есть тоже некоторые изменения потому что впервые в компании в мае месяце случилось так что количество участников было настолько минимальным что объективно проводить этот розыгрыш не представлялось возможностью и впервые за все время существования данного розыгрыша мы объединили два месяца и сегодня мы будем это делать так вот с учетом прогнозирования и планирования опять же вернусь к нашему инстапромоушену это самый наверное безобидный промоушен который ни к чему не обязывает здесь собственно говоря можно написать две строчки и выиграть потому что в них будет содержаться очень очень много информации той которая действительно поможет продвигать фукоидан и продукцию в мира фукоидана в интернет пространстве но опять же зафиксировали что предыдущие два месяца промоушен не был выполнен непонятно мы пока только наблюдаем да непонятно насколько при наших прогнозах наше планирование было с результатом с наилучшим результатом как минимум 15-20 отзывов с наих худшим результатов это минимум пять что собственно говоря мы и обозначили в правилах где необходимо не менее пяти отзывов где будет считаться данный промоушен выполнен то есть вот такие вещи происходят и мы очень гибко подходим к решению каждого вопроса что собственно помогает нам не впадать депрессию агрессию и как говорится себя жаление до новое какое-то слово неправильно и но все поняли о чем я говорю вот поэтому бизнес в интернете бизнес на земле бизнес где бы этот бизнес не был он конечно в первую очередь зависит от тех планов которые заложены и которым двигается сам сам человек сам организатор сами инициаторы этого действия без движения без коммуникаций трудно говорить о том какие будут прогнозы в итоге и поэтому молодым индустрия она объединяет в себе собственно говоря очень много навыков и учат людей не только взаимодействовать по продажам потому что продажи да это конечно сложно но и учит быть самостоятельно своим начальником самим над собой и конечно очень хочется чтобы все партнеры кто приходит и присоединяется бизнес вместе с компанией в кайдан да и потребители те кто приходят на продукт за результатом подключались конечно же бизнес потому что если мы только говорим о продукте мы четко понимаем какая аудитория к нам подключается и у нас начинают проходить только продажи если мы говорим только о бизнесе здесь встает вопрос а как же узнать о продукте такое разделение презентации разделения четкого понимания что мы продаем качественный продукт привлекая тем самым партнеров также присоединяться бизнесу здесь это ну как с первого дня не получится этому тоже нужно учиться и понимать изучать сложность презентации этого продукта потому что есть такие вопросы знаете коварные если ты не являешься профессионалом или врачом очень сложно ответить на эти вопросы данным на сегодняшний день компании есть нутрициолог по крайней мере узнать как дать ответ потребителю мы точно можем уже это сделать но те кто он в компании уже пять и более лет уже сами настолько являются профессионалами что уже как говорится окончили эту и академию и медицинский институт и знают эти все диагнозы что конечно тоже эмоционально выматывает потому что очень сложно работать с людьми которые действительно с диагнозами обращаются к нам потому что они требуют себе большего внимания не требуют к себе большего взаимодействия и знаете обновление 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 молодежи это тоже немаловажный фактор то есть привлечение структуру молодежи это прям ой как приветствуется компании мы бы очень этому были рады и очень призываем всех потому что конечно сейчас предположим привлечь партнера для здорового образа жизни которому там 23 25 35 лет крайне сложно потому что в этом возрасте нет еще такого осознания что ну когда то же придет это время мне надо будет этим заняться ну как часто это бывает об этом я подумаю потом культура все таки может быть начинает зарождаться только сейчас и представляете какое количество людей все таки не занимаются профилактикой своего здоровья что и тормозит собственно говоря бизнес вот продвижение индустрии здоровых продуктов питания даже не бада да здоровых продуктов питания для профилактики своего здоровья и да к сожалению скажу что да ряды наши рядеют и по объективным причинам и по возрастным показателям и по болезни и можно сказать что многие партнеры кто длительно сотрудничает с компанией тоже пришли в компанию в первую очередь только из своего здоровья не потому что не на бизнес пришли пришли решили проблемы и остались здесь и продвигают свой бренд и продвигают себя и бизнес организовывает но вот так к сожалению но это факт и конечно наша задача на сегодняшний день переключиться в новый мир новых возможностей возможности действительно существуют и они есть вот сейчас ищем те рычаги на которые бы можно было сегодня надавить где интерес к продукции из морских водорослей интерес к бизнесу где можно зарабатывать онлайн он тоже будет востребован с обратной стороны и именно молодежью потому что там конечно и новое видение и новые какие-то инструменты которые внедряют молодежь и то понимание как это можно делать и конечно мы понимаем прекрасно что молодежь в основном работает в интернете и вот именно эта система она на сегодняшний день нас очень сильно интересует мы видим да как продвигаются площадки торговые площадки как активно заходят даже маленькие и пей и работают и очень нам хочется чтобы наша площадка компании фукайдонволт стала такой же интересной для тех кто хочет делать бизнес и вчера у меня буквально был такой случай я как спонсор партнера из России рассказывала презентовала маркетинг планы рассказывала информацию о том что же такое рекомендательная торговля то есть это потребитель тот который для себя потребляет фукайдон приобретает его в достаточно большом количестве где мы с ним вместе рассматривали варианты каким же образом покупка может стать более дешевле да эффективность покупок можно оптимизировать с учетом построения своей структуры это тоже заинтересовало мужчину он уже получил результат и собственно говоря вот такими маленькими маленькими шишками теми зернышками которые мы с вами все им да где-то очень бережно ухаживаем поливаем удобряем эту почву конечно нам хочется получить какой-то результат то есть когда мы с любым потребителем встречаемся в первую очередь мы всегда ну я не знаю поставьте плюсики в кого так когда мы встречаемся с человеком и он проявляет интерес к продукту в бизнесу согласитесь ведь сразу же где-то знаете такая происходит таблица умножения прогнозы так 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 и если вот это вот так это вот это так и сколько партнеров у него есть возможности мы всегда что-то прогнозируем своей голове всегда это происходит крайне важно все эти прогнозы записывать на бумаге потому что все что мы где-то сегодня подумали завтра это может просто вылететь из головы где-то очень маленькая но важная деталь может стать ключевой и что-то может быть неиспользовано именно в продвижении бизнеса и вернусь к этому партнерок с которым мы вчера беседовали знаете мы с ним до такой степени допрогнозировали что мы с ним прочитали тот предполагаемый вариант возможного заработка до декабря месяца то есть человек прекрасно понимает какое количество ресурсов ресурсов у него на сегодняшний день есть что он будет делать в июле в августе в сентябре в октябре в ноябре и так мы дошли до декабря просто остановились уже времени очень много это занимало но суть и принцип взаимодействия с компанией человек понял это прогнозы на ближайшее будущее но их же можно делать и на краткосрочной долгосрочной основе и компания как раз таки занимается на долгосрочное прогнозирование очень аккуратно и мы конечно каждые два года мы сталкиваемся с тем чтобы сделать долгосрочный прогноз на ближайшие два года какие объемы продаж какие объемы товаров нам необходимо заказать какие возможные варианты производства существуют на сегодняшний день потому что кризис он собственно говоря всех задел не только страны СНГ и весь мир находится на сегодняшний день на каких-то определенных изменениях и мы это все проговариваем просматриваем понимаем возможные варианты изменений и дополнений и производства новой продукции внедрение новых товаров и ценовой диапазон и покупательский спрос и смотрим действительно запрос сейчас у нас есть очень хорошая площадка где мы можем посмотреть реальный ну такой я не знаю пласт покупателей потому что есть запрос на поиск пока и данных в интернете и мы четко понимаем какая аудитория на сегодняшний день интересуется этой продукции все прогнозы мы строим исходя из этих данных это тоже нам очень помогает и упрощает наше планирование наши прогнозы на долгосрочное планирование и конечно же когда мы семь лет назад вводили самый полюбившийся розыгрыш час удачи мы четко понимали что он очень хорошо зайдет всем тем кто приходит в компанию даже потребителям потому что получить подарки получать дополнительные какие-то признания да вот в этих розыгрышах каждую фамилию озвучиваем подарок конечно нам очень хочется чтобы все кто принимает участие обязательно выигрывали подарки но количество подарков у нас ограничено и в июле мы опять же выставили вот в таком формате подарка подарок реклама подарок продвижения подарок бизнес подарок промоушен подарок рекрутинг да подарок как можно его назвать да по-разному назвать ведь не просто же мы эти подарки дарим просто так потому что здесь конечно тоже есть прогноз на обратную связь от той от того количества участников которые принимают в этом действии вот такой волшебный розыгрыш проводим мы все вместе конечно только благодаря участникам мы это можем делать если их нет то тогда и розыгрыша этого не будет конечно это дополнительное привлечение потребители и на этот розыгрыш в том числе я знаю что многие лидеры многие партнеры используют этот сейчас удачи как дополнительную мотивацию к покупке причем крупной покупке предположим если это не вип вход но если допустим у человека есть уже покупка да если у человека есть покупка на 325 баллов ну конечно ни один лидер ни один партнер не упустит возможности предложить еще что-то приобрести и участвовать в этом розыгрыше но здесь прям вот пять баллов не хватает буквально пять сантиметров чтобы зайти уже вот в эту комнату удачи и везения поэтому пять подарков мы вчера это разместили в соцсетях пять подарков июля конечно тоже будут разыграны опять же мы будем исходить из той ситуации которая будет по итогу закрытия расчетного периода количество участников мы тоже понимаем что их не может быть знаете один к одному и даже один к двум поэтому очень хочется чтобы в розыгрыше эти подарки нашли своих получателей и мы продолжили нашу старую добрую традицию проводить эти розыгрыши ежемесячно вот перерыв в июне в мае точнее он прямо сейчас как-то волнительно даже для меня сказывается и я хотела в самом начале сказать ну вот это урожай который зафиксирован на моем огороде и вы знаете для того чтобы этот урожай на сегодняшний день можно было сфотографировать а чуть позже его съесть конечно же весной я что-то для этого сделала почему это произошло потому что в этом году мы решили посадить тыкву пумкин наш знаменитый и разговаривая с олесей до разговаривая с олесей как выяснилось это очень полезный продукт питания но сколько времени прошло для того чтобы получить этот результат очень-очень пришлось потрудиться да все само собой не происходило и просто воткнуть зерно куда-то в землю это не значит что будет что-то из этой земли получен и в данном случае не виноват никто не виноват ни земля не виновата нет семечка которая не проросла не виноват в том что не было дождей полностью всю ответственность я беру а полностью всю ответственность я в данном случае беру на себя потому что если я начинаю какую-либо работу начинаю сеять зерно то это степень моей ответственности получить урожай того что я запрогнозировала конечно когда я садила это зернышко конечно у меня был прогноз получить вот такую тыкву к чему собственно говоря результат меня и привел но для этого я делаю ежедневные возможно сложные возможно несложные для меня действия да где-то поливала пропалывала обрабатывала переворачивала ее с бачка на бачок где-то помогали мне мои родные и близкие это моя команда да как если смотреть это в плоскости млм индустрии тем кому я доверяю тем с кем вместе я буду кушать эту тыкву ну в общем то если брать и смотреть на поверхности производной того результата который хочется получить то любое дело конечно требует очень пристального внимания результата результат который вы хотите получить полностью зависит от вас конечно нам очень хочется чтобы те осторожные прогнозы которые мы подходим планируя что-либо конечно были очень хорошо запланированы проговорены и продуманы и нам очень хочется чтобы у каждого партнера компании мир в кайдана был очень хороший урожай какой он будет ну вам решать и сейчас у нас обозначено что будет розыгрыш час удачи сейчас мы будем с вами разыгрывать 5 ценных подарков на нашей площадке в компании мир в кайдана в инстаграме в прямом эфире я сейчас вот буквально перемещусь с одного места в другое и 22 партнера суммарно за два месяца будут принимать участие розыгрыша 5 подарков ценных этот слайд я оставлю здесь кто зайдет сейчас со своих смартфонов instagram приходите списке у меня будут и мы с вами сейчас буквально смысле узнаем кто же станет счастливчиков а с вами была я татьяна куриленко до новых встреч и с хорошими результатами урожая мы конечно будем очень рады за каждого из всех партнеров и тех кто еще не с нами мы за то чтобы у каждого был урожай о гу-го какой поверьте всем будет куда этот урожай деть он не пропадет потому что в виде урожая мы точно знаем что это ваше материальное благосостояние ваши возможности ваши ресурсы ваше развитие ваше путешествие и все то что помогает сегодня в этом мире немножко может быть нестабильным чувствовать себя на волне позитива и конечно же дарить эту энергию здоровья красоты и долголетия что собственно мы с вами и делаем встречаемся через минутку в инстаграме компании мир фукайдан всем пока пока а а